Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Забитый фонтан. Из-за вандалов каскад на Московском чистят уже каждую неделю. Мемориальная табличка. Чем вдохновлялся знаменитый писатель Константин Паустовский. Исповедь генерала контрразведки. В своей книге Виктор Порядин рассказал о событиях, с которых сейчас уже снят гриф секретности. Рязанский регион продолжает развивать различные отрасли. 25 мая губернатор Николай Любимов провел встречу с генеральным директором «Газпром Трансгаз Москва» Александром Бабаковым. Подробности расскажет Максим Васильев. Партнерство с Московским Трансгазом для Рязанской области сегодня ключевое, как и для всех регионов, кто решился на экономический рывок. Уже увеличены объемы закачки в Касимовское и Увязовское подземные хранилища газа до 183 миллионов кубометров в сутки. Инвестиций на 11 миллиардов. И это сегодня гарантия спокойствия не только за область, но и за весь московский промышленный узел. Еще один архиважный для региона проект – реконструкция ГРС «Михайлов-2». Его завершили в прошлом году и теперь за цементную кампанию тоже можно быть спокойным. Город Михайлов и Михайлов-Цемент могут развиваться. Там есть запас газа, который нужен для инвесторов, нужен для населения. Поэтому тоже ГРС российского производства, новейшее оборудование, пусконалочная работа закончена. Поэтому тоже вопросов по данному объекту у нас нет. «Газпром Трансгаз Москва» – социально ответственная компания. С этого начал свою речь Николай Любимов. Новые рабочие места с достойной зарплатой на строительных объектах компании – это то, что региону сегодня необходимо. Поэтому дружескую просьбу Александра Бабакова стартовать с новым проектом именно в Рязани губернатор воспринял с воодушевлением. Речь идет о выездных бригадах врачей Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Как раз очень своевременно это будет, потому что мы очень много внимания уделяем развитию, оказанию высокотехнологичной медицинской помощи нашим жителям. Здесь, на территории Рязанской области, чтобы не нужно было их по возможности куда-то возить, в московские центры, в другие федеральные центры. У нас в этом отношении очень неплохо все развивается. И надеюсь, вот этот проект вам даст дальнейший стимул для такой работы. Кстати, Рязань для своих пилотных проектов газовики выбирают не в первый раз. Еще один – строительство газоизмерительной станции на ультразвуке. Первой и пока единственной в стране. А затем губернатор пригласил гостя в Солочу на тропу Паустовского, где можно увидеть несравненные природные ландшафты. Эти леса годами привлекают туристов и дают вдохновение для великих писателей. С 1930 по 1954 годы Константин Паустовский регулярно жил в Солочи. Сегодня на экотропе установили мемориальную табличку. Сегодня, пройдя по тропе Паустовского, рязанцы и гости нашего региона могут увидеть ту нетронутую природу, которая дала жизнь произведениям знаменитого Мещерского цикла. Тропа развивается с каждым годом и 25 мая была дополнена мемориальной доской, которая увековечила память знаменитого писателя, журналиста, военного корреспондента. Еще один очень важный шаг сделан для сохранения памяти об этом удивительном человеке Константине Паустовском. Здесь, на фасаде поликлинического отделения, открывается мемориальная доска в его честь. Она установлена на здании, в котором писатель неоднократно бывал. Об этом можно прочесть в его произведениях и в личной переписке. Автор мемориальной доски хорошо знаком с творчеством писателя и при создании рельефного портрета старался отразить солодчинскую природу, включив в композицию сосны – основной узнаваемый компонент этой местности. За творчеством Паустовского я уже работал. У меня есть доска в городе, посвященная Паустовскому выступлению. То есть у меня уже есть некоторый опыт в этом плане, с образом работы. Любые нововведения на тропе Паустовского стали возможны в результате совместной работы творческих людей, правительства Рязанской области, областного отделения Русского географического общества, жителей Солодчи, команде единомышленников, хранителя тропы. Кроме того, большой вклад внесла компания «Газпром Трансгаз Москва». Мы с большим, поверьте, с большим удовольствием откликнулись на призыв помочь, поддержать этот проект. Сделали это. И самое главное, что мы на этом процессе не ставим точку. Мы будем этот процесс продолжать. Открытие мемориальной доски прошло в преддверии дня рождения писателя. В следующем году ему исполнится 130 лет. Так что на тропе Паустовского появится нововведение. Сейчас уже установлены информационные стенды, создан аудиогид. В перспективе, конечно, планируется организация комфортных мест отдыха. Сама экотропа стала значительным, важным первым шагом по созданию в регионе эколого-туристского кластера Паустовский. Этот проект уже разработан. С реализацией этого проекта мы сможем создать уникальную территорию отдыха, которая будет в себе сочетать и образовательную, и рекреационную, оздоровительную функции, причем с высокой степенью подлинности. В этот же день все собравшиеся смогли пообщаться с туристами, которые прогуливались по экотропе. Москвичи, к слову, отметили, что Солодчин не уступает сейчас Кисловодску. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Светомузыкальный фонтан на Московском шоссе дирекции благоустройства Рязани приходится чистить уже практически каждый месяц. Местные жители, несмотря на предупреждающие стенды, почему-то постоянно превращают его в помойку. Причем подобная картина складывается только в этом году. За два предыдущих рязанцы в таком хулиганстве замечены не были Максим Васильев о сложностях ремонта. Тщательно промывать каждую сетку, каждый фильтр – это теперь их еженедельная работа. Дорогущий, а его стоимость около 12 миллионов рублей, светомузыкальный фонтан дирекция благоустройства просто вынуждена останавливать регулярно. Теперь, как его принято называть технически «сухой фонтан», сухой по-настоящему. Местные жители постарались. Обычные предупреждения почему-то на них не действуют. Хотелось бы обратиться ко всем жителям города, я уже обращалась неоднократно, быть внимательнее, более бережно относиться к тому, что есть в нашем родном городе, не бросать туда мусор, приучать к этому детей, объяснять им необходимость всего этого. Детские игрушки, остатки еды и даже чайные пакетики. А потом вот это все зеленой жижей забивает электронику. Такого вандализма этот красавец фонтан за два года не видел точно. При засоре фильтров срабатывает датчик уровня воды, и он автоматически уходит в защиту и отключается, чтобы не погорели насосы. Здесь еще установлен автодолив, который при срабатывании датчика, он автоматически подает сигнал, и вода автоматически должна доливаться. Но не хватает все равно уровня. Половину выдувают, половину, честно, выносят дети за себе. Его объем 136 кубометров. А это значит сутки на слив воды, сутки на ремонт, сутки на набор. И только после этого фонтан снова станет музыкальным. Но вряд ли тем, кто мусорит, понравится, если мелодии начнут звучать соответствующие их поведения. Например, реквием Моцарта. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В понедельник, 24 мая, в Горьковской библиотеке состоялась презентация книги Виктора Порядина «Исповедь генерала контрразведки». Подробности в следующем сюжете. Книга Виктора Порядина отражает целую эпоху. С середины прошлого века до наших дней. Это мемуарное произведение. Автор рассказывает о событиях, в которых сам принимал участие, из которых сейчас уже снят гриф секретности. Порядина регулярно встречается с замечательными людьми, авторами тех или иных знаковых произведений. Но впервые мы представляем действующего недавнего прошлого генерала контрразведки как автора документального серьезного исследования в виде большой фундаментальной книги, связанной со службой органов госбезопасности. Само по себе подобного рода издание уникально и всегда вызывает повышенный интерес у читателей. «В этой книге я постарался показать отношения к работе, отношения к стране, отношения к малой родине, отношения к своей службе, взаимоотношения с руководителями, взаимоотношения с межличностными отношениями, с коллегами по работе. Есть о чем сказать. Почему? Потому что я кроме основной работы, где карьера у меня сопутствовала, так сказать, я вот от операуполномоченного в Рязани вырос, да, генерал в центральном аппарате, я еще очень много занимался оказанием, помню, очень малой родине». Виктор Алексеевич родился в селе Грачевка Усманского района Липецкой области. Много лет он всячески поддерживает школу в родном селе. Он укомплектовал компьютерный класс, отремонтировал помещение под школьный музей, поставил на родине памятник невернувшимся с войны односельчанам. А в 2005 году помог землякам построить новую церковь там, где раньше была старая архистратига Михаила. В книге особое внимание уделено рязанскому периоду в жизни автора, который длится 17 лет. Здесь Виктор Алексеевич прошел путь от оперативного работника до начальника отдела, от лейтенанта до полковника. Название книги «Исповедь генерала контрразведки» было выбрано не случайно. «Конечно, исповедь – это тогда, когда человек кается в грехах. Мне кается в грехах нечего, но я подразумевал под этим названием «Именно написать так, как я воспринимал, именно писать так, как я думаю, именно писать так, как я мыслил, именно писать так правдивую ситуацию, которую я прошел через этот период времени. И если, может быть, где-то я исковато что-то написал, но в целом, в целом, это было действительно так». В 1995-м Виктор Порядин был удостоен офицерского звания генерал-майора и был направлен для работы в правительство, во вновь образованную федеральную службу по сохранению культурных ценностей первым заместителем руководителя. Теперь у читателя есть возможность познакомиться с мемуарами почетного чекиста. Олеся Катрувская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». «Родина моя» – концерт с таким названием состоялся 24 мая в Рязанской областной филармонии. Он был посвящен Дню славянской письменности и культуры. Начиная с 2014 года праздник отмечают в Рязани выступлением тысячного хора в формате «Опен-эйр». Однако пандемия в прошлом году внесла корректировки в программу. Тогда концерт состоялся в режиме онлайн. В этом году же его перенесли с улицы в зал с учетом требований Роспотребнадзора. С Днем славянской письменности и культуры собравшихся поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов. По явлению алфавита мы обязаны проповедникам христианства святым Кириллу и Мефодию, чей колоссальный труд, великое наследие объединяет народы на протяжении многих веков. Способствует сохранению культуры и исконных духовно-дравственных ценностей. Сегодня на территории Рязанского края в мире и согласии проживают люди самых разных национальностей и конфессий. Но всех их объединяет великий русский язык. Глава региона отметил, что в настоящее время на федеральном и региональном уровнях придается большое значение вопросам сбережения богатейшего русского языка, правильной письменной речи, народных традиций и культурного достояния. Все это бесценное сокровище, которое мы обязательно должны передать своим детям, сохранить для последующих поколений, чтобы они гордились своей страной и своим народом. О духовной составляющей праздника напомнил всем собравшимся настоятель Скорбящинского храма протеерей Георгий Булеков. По благословению митрополита Марка я имею честь поздравить вас с церковно-государственным праздником, с Днем славянской письменности и культуры, а также с Днем памяти святых равнопостных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Для зрителей подготовили насыщенную программу. В концерте приняли участие Рязанский камерный хор, симфонический оркестр, ансамбль «Братцы Рязанца», а также приглашенные артисты. Ансамбль «Крылатая пехота» Виадя Пазон, Ирина Кобзева и Юрий Леонтьев, Алексей Свиридов. Они исполнили песни о любви к родной стране. Олеся Катрувская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин